В совместной декларации Брюссельского саммита вновь поддержаны территориальная целостность и суверенитет государств Восточного партнерства. Попытки армянской стороны добавить в этот документ статьи, соответствующие ее оккупационным интересам, провалились на состоявшемся в Брюсселе саммите Восточного партнерства Европейского Союза. В работе саммита Восточного партнерства приняли участие главы государств и правительств 28 стран-членов Евросоюза, а также шести государств соседей ЕС. В саммите принял участие и президент Азербайджан Ильхам Алиев, который направился на форум по приглашению президента Европейского совета Дональда Туска. Что касается полного текста декларации, то следует особо вычеркнуть, что в совместной декларации была сделана ссылка на глобальную стратегию Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности. В этой глобальной стратегии территориальная целостность государств-членов и соседняя государств Европейского Союза отмечена в рамках признанных на международном уровне границ. В совместной декларации выражена особая поддержка транспортным и энергетическим проектам, реализуемых при активном участии Азербайджана. Подчеркнуто, что проект Южный газовый коридор, инициатором которого является президент Азербайджана Ильхам Алиев, представляет стратегическое значение для Европейского Союза. Продолжение следует...